снова здорово друзья и у нас арк нежданно негаданное при этом это дашь с болотной херовиной то без жабой а прикол в чем это не полное прохождение то есть вы уже посмотрели где хорошенько высказывал свое мнение когда проходил первый раз это дальше он мне показался достаточно таки сложным но в итоге я собрался силами и смог пройти до босса я пошел на капразухов но не стал их записывать почему потому что я не знал получится вообще что-то пройти или нет в итоге я их прошел но как оказалось что там всего два сундука по моему один зеленый другой фиолетовый выпало мне оттуда говнецо я расстроился и больше капразухам не ходил пройти этих капразухов оказалось достаточно просто надо взять меч и постоянно тыкать себе хилки то есть реально без остановки подтыкивать хилки и рубить мечом капразухи падают достаточно неплохо а также я пошел уже дальше соответственно вот на эту жабу которую вы сейчас смотрите но я не взял с собой стимуляторы и к сожалению подох это уже второй мой заход и записывал я его без звука но сейчас вот сам сам свое же видео смотрю и накладываю и речь речевочку чтобы собственно говоря пояснить и что тут на самом деле происходит имплант жабы мы забрали и пошли дальше то есть то что мы видели до этого это понятно бобры там у нас был спинозавр были барионикс и был у нас капразух вот это вот жаба она кстати достаточно неплохо так глушит то есть приходится стимуляторами достаточно неплохо питаться плюс стимуляторы отбирают жидкость по моему минус 14 вода да вот сейчас проскочила и пополнял я здоровье собственно говоря уже морковками вот вы решил пройтись по сундучкам и непосредственно уже пошел к боссу забегая немного вперед скажу что все данжи говорят ну по итогу точнее все данжи оказываются какими что дойти до самого босса сложнее гораздо нежели убить опять же босса то есть смотри если мы берем с тобой в расчет мегапитека то там самая сложность заключается в том то что вот эти вот маленькие пронырливые обезьянки которые кидаются говном эти твари тебя глушат то есть опять же это все решается за счет забыл уже за счет стимулятора до стимулятор водичку берешь от рабочей у тебя все отлично паучиха это вообще и вообще получается самый легкий дальше несмотря на то что там пауки оглушают что было для меня достаточно такой неприятной новостью ты прекрасно помнишь что мне пришлось даже просить помощи у других администраторов чтобы меня где-то там читерским образом подзалечили потому что меня паучки эти выбили два раза кинули в оглушение то если имеются стимуляторы то пройти все достаточно просто с жабой в принципе система та же самая я бы сказал даже что жабу не то что проще всего проходить а ее и даже удобнее то есть вот смотри если мы возьмем паучиху а нет смотри если берем мегапитека то там что отстойно опять же эти мелкие обезьянки повсюду прыгают если и гигантопитеки если я не ошибаюсь правильно так и не называются если же берем паучиху то там неудобство в том то что везде земля то есть область где находится босс она тебя замедляет то есть приходится либо по островкам прыгать либо все-таки отгребать от всех то есть паучки которые медленные маленькие ползают за тобой они мало того то что тебя оглушают они еще и догоняют когда ты ходишь по паутине но опять же я не знаю это влияет уровень прокачки персонажа скорости или не влияет дальше что у нас жаба сейчас мы собственно говоря до нее уже дойдем сейчас мы погоду давайте я вам скажу что я брал с собой для того чтобы пройти полностью данж проходил без консоли они починили этот бак и никого из администраторов не было то есть я прошел уже своими силами заработал себе спокойненько тег генератор на него требуется всего 40 элементов поэтому если что ребятки тег генератор берем это нужная вещь что я брал дробовик 600 патронов меч 4 сета брони но мне понадобилось 3 хилок 50 и 100 стимуляторов но это конечно перебор можно было обойтись наверное 30 стимуляторами и 30 хилками но лучше конечно всего взять по 50 штучек это в принципе будет удобней вот смотри у нас здание собственно говоря с боссом я тебе сразу скажу понятия не имел как его звали бильзи морбуз бильзи бильзи морбуз его зовут я не знаю правильно это или нет но если что то ты меня поправишь ты у меня зритель умный достаточно образованный поэтому все у нас с тобой будет хорошо сложность какая да фактически никакой единственное что замечание то что надо держаться подальше немножко от жабы это жаба своим языком притягивает к себе то есть она в тебя стреляет языком притягивает к себе и ты не можешь никуда двигаться она тебя лупит в принципе ну так себе достаточно неплохо плюс это собственно говоря оглушение вот но что касательно еще самой жабы это языка увернуться достаточно просто мега невра здесь 10 уровня ты можешь заметить от них тоже убежать во первых легко во вторых они никакой серьезной опасности не представляют то есть формально сюда надо на босса это целый сет брони ну то есть просто чтобы он был целый даже половинки наверное хватит плюс тебе нужны стимуляторы и водичка патронов а ты сейчас посмотришь уйдет не так много то есть смотри мы уже снесли половину а патронов ушло по моему что-то 30 штук с дробовичка ну но опять же рассчитывая что дробовик бьет 274 с каждого пульки сколько там патронов у него вылетает я не знаю 8 10 12 6 не подскажу тебе точно но мне кажется что 6 либо 8 274 каждый патрон лупит вот он видишь меня сейчас притянул я не могу никуда уйти то есть меня не говорю меганевры пытаются где-то там подкоцать и жаба куда-то ушла сволочь достаточно часто она уходит то есть она на тебе акцентирует достаточно мало внимания плюс достаточно криво стреляет языком поэтому назвать этого босса вот именно босса каким-то тяжелым нельзя назвать в стадии чтобы дойти до этого босса вот это уже да то есть самая проблематичная стадии это бобры но не сказать что она проблематично просто это немножко неожиданно что ли но бобры кусают больно они хорошо разбивают доспех они они медленны опять же смотри они медленны то есть от них убегать достаточно просто дальше идут игуанодоны и бариониксы они тоже неплохо бьют но они скоростные собаки вот от них убежать достаточно проблематично здесь тебе уже понадобится меч при том меч должен быть в принципе достаточно хороший достаточно неплохой все босс у нас улетел дальше у нас идет если я не ошибаюсь это у нас идет один спинозавр и вот эти вот хуйни черепашки забыл кстати лягушачьи лапки нашел хуйни черепашки которых забить в принципе тоже достаточно просто так как они крайне медлительные идти на капразухов не имеет никакого смысла почему потому что капразух сам по себе во-первых там надо постоянно хилять то есть надо именно контрить свое здоровье раскладываются капразухи на ура они падают достаточно быстро но и бьют они очень хорошо они мне не успели сломать ни одного сета но перекосали его процентов на 70 на 80 вот повторюсь что когда ты идешь на капразухов то там ты получишь фиолетовый чемодан откуда может выпасть что-то кстати реально хорошее либо ты получишь зеленый чемодан откуда в основном выпадает всякая хрень а ну и наверное все дальше уже босс ты прекрасно заметил что босса забомбить вообще не фиг делать достаточно простой не сложный симпатичный я бы даже сказал то есть не надо ничего контрить сильно он тебя не оглушает то есть накопить оглушение какое-то бешеное вряд ли получится то есть подведя итог могу сказать три сета брони меч дробовик суммарно 300 патронов тоже должно хватить если ты не косолапы как я 50 хилок 50 стимуляторов но это просто овер дохуй а кстати и водички либо овощи почему потому что овощи они восстанавливают не только еду но и восстанавливают воду то есть морковка в данном случае по моему восстанавливает у нас 20 еды и 10 воды то есть как бы двух зайцев сразу рубим потому что когда ты машешь постоянно мечом у тебя заканчивается выносливость заканчивается когда ты тратишь выносливость тебя естественно больше хочется жрать тебя больше хочется пить у тебя заканчивается то заканчивается это и вот в принципе за она есть то есть вместо того чтобы убрать с собой херовую тучу фляжек до достаточно взять с собой каких-нибудь овощей то есть морковка там я не знаю лимон или Я почему брал морковку? На тот случай, если встретится огненный эквус. Я сразу скажу, я не знаю, где этот огненный эквус находится. То есть, может он находится где-то в одном каком-то данже, может в случайном образе. Но суть в том, что я беру с собой всегда морковку на всякий пожарный. Лягушачьи лапки. Я не знаю, для чего они нужны, но тем не менее, факт в том, что они есть. И это хорошо. Хотя я, честно говоря, удивлен, что лягушачьи лапки выпадут с босса. Также был слушок, что элементов выпадет с этого босса 30. Но то ли мне не повезло, то ли где-то есть немножко наедалово, выпало всего 10. Также выпал трофей, естественно. Ну и плюс тег-генератор. Тег-генератор, к сожалению, я тебе показать не смогу, потому что моих собственных элементов у меня не хватает. А элементы других администраторов я трогать не буду. Потому что парни сами старались, а я такой наглый взял, пришел и спустил все их элементы. Ну, как-то не очень красиво. Поэтому я скажу еще в дальнейшем несколько данжев, набью элементов и сделаю видос уже непосредственно по всем тег-енграмам. То есть у нас есть полностью сет брони тег, у нас есть винтовка, у нас есть тег-репликатор, у нас есть тег-генератор. То есть формально вот все, что было, в принципе, в данжах, мы уже все с тобой достали. Остается нам только все это дело, собственно говоря, воспроизвести, установить где-нибудь в доме и непосредственно с тобой посмотреть, как это все выглядит. Что это дает, какое преимущество. Ну и все в этом духе. То есть полностью сделать обзор, собственно говоря, уже непосредственно различной тег-херовины. Если тебе интересно, обязательно, дорогой мой друг, подписывайся на канал. Жду тебя в комментариях. С тобой был Роман на канале Freesan Games.